Соответственно, в 11 утра будем с вами встречаться и, скорее всего, обсуждать какую-то школьную программу. Слушайте, вы что там в чате-то начали какую-то жуть делать? Прекратите флудить, это отвлекает. Так вот, значит, я немножко, наверное, для начала расскажу о том, кто я такой, чтобы вы доверяли мне немножко больше. Я, в общем-то, аспирант физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета по профессии физик-теоретик. Так что, в общем-то, почему меня в математику и пригласили вести учебу? Как следует, наверное, сказать, прежде всего, что такое эта самая математика и зачем она нам с вами нужна. Значит, ну вы люди более-менее опытные, вы эту математику учите уже посущему обо всей Вселенной с какой-то точки зрения. Потому что вы, естественно, навряд ли увидите в повседневной жизни хоть что-то, что не подчиняется законам математики. Начиная от того, как растут деревья и заканчивая тем, как увеличивается популяция кроликов со временем. Допустим, это был очень забавный факт. В общем-то, был такой математик Фибоначчи, и он придумал такую последовательность чисел, такую, что каждое следующее число в последовательности начиналось с двух единиц, а каждое следующее число – это сумма двух предыдущих. То есть два – это один плюс один. Следующее число, соответственно, это сумма единички и двоечки. Это троечка, пятерочка, восьмерка. Потом, соответственно, 13, 21 и так далее. Каждая следующая сумма двух предыдущих. И кого же было удивление, когда обнаружилось, что согласно вот этой совершенно нехитрой абстрактной закономерности происходят некоторые процессы в реальной природе. Ну, например, так оценивают увеличение популяции животных, так оценивают увеличение популяции людей. И даже, в общем-то, к некоторым, вот у нас тут всеобщая пандемия и карантины, в общем-то, к вирусным каким-то вещам эти вещи тоже применимы. Хотя что может быть проще, чем последовательность чисел. Вот. Раз уж сказал я опять кодовое слово «число», давайте немного для вступления поговорим о числах и о том, что они себе представляют. Значит, ну, всем, наверное, давным-давно еще в детстве объясняли, что такое числа, они родились, да, и с необходимостью людей что-то считать, что-то перечислять, начиная от количества камней, не знаю, палок, тряпок, чего-нибудь еще, и заканчивая каким-то базовым календарем, базовым летоисчислением, когда людям нужно было отмерять, сколько прошло, ну, сколько времени там между событиями или сколько времени они живут. И, ну, благодаря вот этой причине исторически появившиеся числа, я пишу наши цифры-то, я пишу арабские, но, тем не менее, понятно, что изначально они арабскими не были, это были числа натуральные, числа, которыми можно считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть и так далее, да? То есть, ну, вот, начиная с пальцев, и вы даже не представляете, насколько великим шагом для человечества было, скажем так, зайти в счете дальше десяти или двадцати, да, по количеству пальцев на руках и ногах. У каких-то, в общем-то, даже современных этих племен, вот, каких-то там пигмеев с островов, у них до сих пор в ходу только два натуральных числа, единица и двойка, а все остальные, соответственно, ну, множество, они исчисляют как единица плюс двойка, единица плюс единица, плюс двойка, плюс двойка, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ответственно, но, тем не менее, человечество развивалось и ушло чуть дальше собственных пальцев. Вопрос, насколько дальше? Какое самое большое натуральное... Числа эти получили название натуральные, да, которыми мы считаем? Натуральные. Насколько далеко мы можем посчитать? Вопрос в этом. Ответа на этот вопрос на данный момент не существует, потому что вы можете придумать бесконечно много натуральных чисел, по крайней мере, ну, если руководствует логика, что к любому придуманному вами натуральному числу, каким бы большим оно ни было, можно прибавить единичку, и оно станет еще больше, да, то понятно, что конца края у этой последовательности нет. После того, как мы научились считать и пересчитывать, да, предметы, дни, пальцы свои же, естественным образом в человеческой культуре ввелась процедура сложения и вычитания, как, ну, добавление некоторого количества объектов к изначальному множеству, и, соответственно, наоборот, изымание объектов из этого множества. То есть операции плюс и минус естественным образом образовались над множеством натуральных чисел. Операция умножения при этом, она, ну, не столь как бы, не столь нам понятно ее естественное какое-то происхождение, но умножение начало использоваться, скажем так, как быстрое сложение, да, то есть что такое 3 умножить на 4, это надо сложить тройку с тройкой 4 раза. Ну, соответственно, как такое пакетное умножение, так просто быстрее. Вот, операция же деления, ну, вообще никакого смысла такого нативного логического не имеет, но нам пока, нам пока и этих хватит. Значит, ну, люди, которые чего-то понимают, скажут мне, что натуральные числа это всего лишь одно из множеств на данный момент чисел, которые мы знаем, да, есть еще там рациональные числа, иррациональные числа и так далее. Откуда тогда они, если нам, собственно, все, что мы хотели делать изначально исторически, это считать коров или пальцы, или камни. Ну, ответ на этот вопрос достаточно такой несложный. Смотрите, внутри натуральных чисел, если мы говорим об операции вычитания, то нельзя сказать, чему будет равен результат вот такого действия. это, ну, как бы, если коров считать, нельзя вычесть больше, чем было. Но, тем не менее, для математика в того времени, это, естественно, еще даже не французские математики, это математики древнего Китая и арабского мира, результат вот такой операции был абсолютно, ну, непонятен и непринятен. Поэтому были введены числа целые, три минус четыре, это минус единица. Нельзя с точки зрения вот естественной, такой антропоцентричной, да, логики сказать, что такое минус один, да, не бывает минус одной коровы. Нет, но это как, если у тебя сколько-то было, если у тебя не было коров, и у тебя одну забрали, то всего у тебя минус одна, да, но, тем не менее, как-то это все равно не ясно. А, да, слушайте, совсем забыл сказать, что множество натуральных чисел еще было дополнено понятием нуля, который тоже очень нелегко дался нашим предкам, потому что, опять-таки, нельзя посчитать полное отсутствие, дело такое. Вот. Так что, ну вот, концепция натуральных чисел, она как-то выросла до целых чисел, то есть, это числа от минус n ноль и дальше до n. Значит, дальше больше. вместе с операцией гораздо позже, чем операция умножения, к нам пришла операция деления, как действие обратного, действие обратное умножение. И обнаружилось внезапно, что мы совершенно внутри множества натуральных чисел, если мы возьмем два числа, m и n маленькое, из множества натуральных чисел, то результат умножения одного на второе, это тоже натуральное число, а вот результат деления, m делить на n, вообще говоря, сами понимаете, очень часто неопределен. Ну, то есть, например, если мы возьмем тройку и двойку, то 3 делить на 2 не лежит в множестве натуральных чисел. И целых, соответственно. Поэтому нам пришлось расширить еще и натуральные числа, целые числа до понятия рациональных, куда входят все целые, плюс еще вот такого рода неприводимые дроби. да, то есть, в общем, это выглядит так. Вот тут у нас было число для счета и 0, 0 плюс n, вот тут у нас было множество натуральных чисел, расширялось до множества целых чисел, и еще дальше оно расширялось до множества чисел рациональных. И вот тут на самом деле начинается самое любопытное. Тут начинается самое любопытное, то, что на множестве рациональных чисел тоже все внезапно не закончилось. значит, потому что очень быстро человечество осознало, что, например, некоторые числа не относятся даже сюда. Например, многим хорошо известно, ну, многим известно, многим неизвестно, число пи, которое получалось, если поделить длину дуги окружности, вот взять нитку, свернуть ее в окружность, посчитать ее длину дуги и поделить, соответственно, на радио, на диаметр d. То есть, s делить на d получалось некоторое число пи. В чем его проблема на самом деле? В том, что у рациональных чисел, к которым мы привыкли, более или менее, у них, вообще говоря, в десятичной записи у них конечное число символов после запятой. То есть, вы, написав там те же 3 делить на 2 в виде десятичной дроби 3 вторых, вы получите 1,5. И дальше ничего не будет. Дальше будут сплошные нули. А если взять ну реальную нитку, выложить ее в реальную окружность, померить линейкой диаметр, поделить одно на другое, то получалось число, которое, ну, можно писать, собственно, до бесконечности. цифры в нем абсолютно никогда не заканчивались после запятой. И там было очень много драматических историй на тему того, что, ну, народ же считал, да, то есть, это же не сразу поняли, что это бесконечные вещи. Это народ начал считать. Досчитали до каких-то там тысячных знаков, поняли, что дальше ничего хорошего там не будет. Вот. А потом уже с появлением компьютеров, естественно, все это там сейчас считается до каких угодно знаков, до миллионных, миллиардных, но заканчиваться оно и не думает. И, в общем-то, есть, ну, даже строгое доказательство, что конца и края здесь нет. Да? Поэтому множество рациональных чисел нам надо расширить до множества иррациональных. Что сюда входит? Сюда входит число, которое в десятичной записи имеет бесконечное количество знаков. Пример, ну, начиная от π, π, оно, естественно, будет здесь. Здесь же окажется число, например, одна треть. Смотрите. Ну, даже одна треть плохо. Да, давайте здесь напишем еще, допустим, корень из двух. Значит, операция взятия арифметического корня, я думаю, более или менее всем известно. Вот, но если что, корень из двух это такое число х, что х квадрат равно двум, то есть это операция обратная возведению в степень. Ну, или, если хотите, х на х равно двум. Да, здесь, здесь тоже получаю, этот корень из двух, если его аккуратно считать, это один, четыре, один и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, опять-таки, число цифр после запятой здесь бесконечно, не повторяет цифры эти, ну, это не периодическое число, так что как-то с этим можно жить. Сюда же, сюда же, в эти рациональные числа входит, например, тоже еще одно замечательное абсолютно кроме пи число. Кстати, да, про пи совсем еще забыл рассказать. Понятно, что был какой-то анекдот, вот, по-моему, на тему того, что, мол, биологи, значит, поехали на практику в лес и с удивлением начали мерить муравейники. Ну, вот, линейкой вся, начали, и с удивлением обнаружили, что площадь, что длина по окружности каждого муравейника по отношению к ему диаметру всегда равна одному и тому же числу. Написали об этом в биологический журнал, сделали великое биологическое открытие. Так вот, кроме вот этого, кроме естественного, да, отношения длины окружности к диаметру, у пи на самом деле еще, ну, достаточно, достаточно много определений. Одно из самых для меня, ну, каких-то непонятных и контринтуитивных, это, смотрите, очень простая история. Если мы возьмем разлинованную бумажку, ну, возьмем, нарисуем кучу вертикальных линий на бумаге, расстояние между линиями обозначим, ну, сколько-нибудь, допустим, не знаю, 5 сантиметров, а потом возьмем иголку, ну, или спичку, иголку брать плохо, возьмем спичку и начнем кидать на этот лист, спичка будет падать, длина спички при этом должна быть меньше 5 сантиметров, то есть если спичка падает, она либо не пересекает ни одну из кривых, прямых, ни одну из наших линейчик, либо пересекает только одну. И вот представьте себе, что вам абсолютно нечего делать, вы сидите и днями кидаете эту спичку на этот свой листочек бумаги, можете, кстати, слушайте, можете это легко дома проверить, кинув хотя бы раз 100, для примера. число пересечений, вот когда вы получите, что спичка пересекла линеечку, назову это число какой-нибудь буквой умной, M большое, это число пересечений, а N большое, это сколько раз всего вы кинули, количество бросков. Так вот, отношение числа раз, когда спичка пересекла линейку к общему числу бросков M к N будет не равно 2 на делительное число P, но стремиться к этому, то есть, чем больше раз вы будете кидать, тем ближе вы будете получать 2 делительное P. Понятно, что идеально точно вы P не получите, потому что такое идеально точно, там бесконечные цифры, сколько же вы будете это вычислить, но чем дальше вы будете вот этим полезным делом заниматься, тем точнее вы это получите. То есть, кинув 100 раз, я надеюсь, вы получите что-то в духе 2 делить на 3,1. Кинув 1000, вы можете заработать еще при 1000 бросков M на N у вас будет 2 делить на 3,14. Ну, вот что-то подобное. Соответственно, когда это идет на бесконечность, число повторений, то вы приходите к 2 на π, что тоже можно считать, тоже можно считать определением в каком-то смысле. Также, на самом деле, в этом же множестве лежит еще одно замечательное число, его тоже нельзя записать полностью целиком, число называется E, или же число Эйлера. сейчас я вам сейчас я сотру секундочку и все это напишу. Вот, число Эйлера не настолько очевидно прекрасно, как, допустим, число π, но идея его в том, что оно встречается практически во всех областях физики и математики. Значит, это уже такой материал, конечно, тяжеленький, но, тем не менее, сейчас надо мне в комплект выдать вентилятор или фен, потому что у меня не сохнет доска. Значит, число E равно 2, 71 и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее, до, опять-таки, бесконечности, можете вычислять сколько угодно. Значит, число E получается из следующей истории. Смотрите, вы берете единичку, прибавляете к ней единичку, делить на некоторое натуральное число N и возводите это в степень N раз, вот эту скобку саму на себя перемножаете. вопрос, что такое N? Так вот, N это какое-то натуральное число, чем больше вы его возьмете, тем ближе у вас получится число E. Точное его значение, абсолютно точное, да, до бесконечного знака, достигается при N, там, ну, тоже бесконечно, бесконечно большом, огромном, каком-нибудь, там, больше, там, чем Google Blex, я не знаю, или что-нибудь еще, какие там еще есть огромные числа, вот, и в физике внезапно это вот тоже иррационально, я все пытаюсь мотивировать необходимость в рациональных числах здесь, вот, ну, и, конечно же, в этом же множестве рациональных чисел лежит еще одно, последнее, о котором я хочу рассказать из множества рациональных чисел, число, вокруг которого кошмарное количество мистификаций, это число L, золотое сечение, так называемое, значит, золотое сечение, и сейчас я почитал в интернете перед тем, как, собственно, готовиться к занятию, там интернет пестрит какими-то сведениями о том, что число Элера было известно древним шумерам, древним грекам, древним всем, чуть ли еще не обезьянки по деревьям лазали, а число Элера уже, число золотое сечение уже существовало, вот ла-ла-ла. Мне доподлинно неизвестно, правда, это или нет, но сейчас поймете, почему его так любят везде искать. Значит, число золотого сечения находится следующим образом, смотрите, по сути, это пропорция, в которой, ну, в архитектуре, в искусстве и так далее, золотое сечение это пропорция, в которой нужно все делить, чтобы было все красиво, то есть, не знаешь, как делай, делай под золотом сечением. Смотрите, давайте возьмем отрезок, значит, и я обозначу его длину за некоторые числа плюс число b. И я поделю его на две неравные друг другу части, одна а, вторая b. Так вот, если число a относится к числу b так же, как весь отрезок относится к a, то вот это якобы идеальная пропорция, да, идеальное золотое сечение. Численно численно это штука равна, ну, можно, естественно, высчитать эту пропорцию, и она равна 1,6,8 и так далее, и так далее. Я вам даю, понятно, что никакого смысла вот это вот численное значение не несет, но, тем не менее, как бы, ну, учеб его и не помнить. Значит, задается математически, это золотое сечение еще круче. Значит, задается оно таким, не знаю, мне всегда притягивающим объектом, как цепная дробь. Смотрите, как я его могу записать. Я беру единичку, прибавляю к ней единичку, делить на дробь. В знаменателе у дроби единичка плюс единичка делить, плюс дробь, и в этом знаменателе тоже единица плюс, и так далее. то есть вот так вот, вот такая вот ступенечка, ступенечка в никуда. Значит, и это, да, будет численно равно, приблизительно там 1,68, а точное значение нам, естественно, неизвестно. Откуда такой ажиотаж вокруг золотого сечения произошел, что все очень любят это сечение искать, значит, во всяких архитектурных строениях, в живой природе и так далее. на самом деле в этом даже есть какая-то какой-то смысл здравый, потому что смотрите, о чем вся эта вообще история. Если мы возьмем квадратик, у которого стороны относятся как один к одному и приставим к нему прямоугольничек, плохо рисую, вот так, у которого стороны соотносятся как число F золотого сечения к одному, то в сумме мы получим вот тот самый золотой треугольник, который все в интернете видят, чем он так замечателен, каждый раз золотой не треугольник, прямоугольник, каждый раз отрезая от золотого прямоугольника квадрат, оставшийся прямоугольник тоже будет с таким же соотношением сторон, то есть, если здесь было соотношение чего, F плюс один к одному, то вот вот эта сторона вот к этой, сейчас напишу, давайте, это A, это B, и A к B относится как F плюс один к одному, то вот эти стороны, значит, вот эта сторона A минус B, а вот эта сторона будет плюс, а, вот это B, значит, то A минус B к B тоже как F плюс один, и так далее, отсекаю отсюда квадрат, вот из этого прямоугольничка, снова получаю тот же самый прямоугольник, с таким же соотношением сторон, и так далее, и так далее, и сколько у вас терпения хватит, значит, люди в поисках скрытого смысла зашли дальше, и начали рисовать такую кривую, которая состоит из дуг окружности, в общем, дуга, проведенная из одного из углов квадратов, с радиусом как сторона этого квадрата, с радиусом B, соединяя, вот во всех квадратиках я такую радость провожу, и получаю что-то похожее на спираль, и тут все ахнули, потому что внезапно чисто абстрактный математический объект, просто некоторая пропорция, которая, ну, существует, а вот по этой спиральке народ обнаружил, что завиваются циклоны, что по этой спиральке растут растения, по этой же спиральке, если аккуратно вот сфотографировать сверху там какого-нибудь моллюска, сейчас я как нарисую этого моллюску, у меня ничего не получится, так что пусть он будет вот такой, не очень хорошо нарисованный, вот, значит, если сфотографировать раковину моллюска какого-нибудь, то тоже все внезапно будет вот вот такой вот формы спирали золотого сечения. Удивительно мистическая вещь, не вполне, конечно, понятно, что это и почему, но, в общем, это же правило применяется и в архитектуре, и в, я не знаю, фотографии, где бы то ни было еще. Значит, но на этом все не остановилось на самом деле, потому что иррациональных чисел не хватило. Почему? Значит, мы с вами мы с вами уже говорили, да, про операцию извлечения арифметического корня, допустим, корень из 2 равно x, это значит, что x умножить на x равно 2. Да? И вот тут под корнем должно стоять обязательно неотрицательное рациональное число. Неотрицательное. То есть ноль и вся положительная часть. Да? А вот если здесь будет число отрицательное, что мы будем делать? Что такое корень из минус единички? Заметили, да, как далеко мы... Вот это оправдано логикой. Вот это просто число пальцев на руках. А, соответственно, к настоящему моменту то, что я рисую самый внешний кружок, это даже еще не предел того, с чем народ, вообще говоря, работает. Значит, что такое корень из минус один. Ну, понятно, это такое число Y, что Y умножить на Y равно минус единички. Вроде как, по определению должно быть вот так. Значит, можете потратить годы своей жизни в поисках среди вот этого вот кружка, среди множества иррациональных чисел, такого, чтобы выполнялось равенство Y умножить на Y равно минус единице. Вы его такого не найдете. Поэтому, а решать-то надо такие вещи. Это в Древней Греции вообще с этим было легко. То есть, если что-то не получалось, там, естественно, издревле древние греки занимались различными видами уравнениями, теорией чисел и так далее, но если у них что-то не получалось, там же все-таки видели во всем великий промысел природы и богов, если что-то не получалось, это объявлялось богопротивным и не бралось в рассмотрение. Мол, получились у нас в уравнениях вот такие вещи, ну, значит, это все неправда, это все в каком-то смысле отлукало. А мы-то на данный момент так не имеем права отмахиваться, если такое возникает естественным образом, да, из каких-то уравнений, которые описывают там природу, окружающую действительность и так далее, ну, значит, это кому-нибудь нужно. Поэтому пришлось ввести множество комплексных чисел, значит, таких, что там существовало, ну, грубо говоря, просто обозначение вот этого числа, и все математики мира собрались, посвящались и решили, что вот за аксиому, за правило единственно верное, мы примем тот факт, что у умножить на у это минус единица. Все. И вот этот у, поскольку здесь такого ну, найти не удалось, этот у будет принадлежать множеству уже комплексных чисел. А дальше пошли, ну, уже всякие большая-большая специфика, которая даже, ну, мне уже, мне даже неизвестно, насколько далеко сейчас вот это множество расширяют, но главное, что я хочу донести, то, что ответ на вопрос, зачем нам все это надо, зачем нам такое множество сложности, если достаточно только вот этого вот самой сердцевины, по сути, чтобы считать пальцы или камни. Идея это в том, что это не то, чтобы прямо придумки математиков, да, у кого-то в голове родилось, еще такие, ой, а давайте так напишем, а давайте придумаем, никому непонятно, что это такое, как вообще даже писать этот у, что там, как десятичную дробь, как его записывать, да, но давайте уж так будем считать. Нет, на самом деле все вот эти расширения возникали естественным образом из-за того, что, ну, в попытках описать окружающую нам действительность нам не хватало тех правил, которые мы придумывали для для очередных каких-то там, да, для очередного расширения. И ровно в тот момент, когда нам не хватало, математики сидели 50 лет карпели и придумывали что-то получше и поновее. Вот. Но на самом деле не обязательно соваться сюда, да, мы с вами будем работать скорее всего где-то ну, вот здесь максимум множества рациональных естественно в комплексные числа мы никогда в жизни не полезем. Вот. Но даже здесь можно найти очень много занимательного. Значит, например, я не знаю, а, например, такая штука, которую я подсмотрел в сериале. Значит, есть такой старый сериал про физиков. Называется «Теория большого взрыва». И главный герой этого сериала, тоже физик по образованию, упомянул в одной из серий замечательный факт, что самое любимое его число, самое лучшее число среди всех вот этих вот, любых, какие можно придумать, самое, самое замечательное, это число 73. Обычно натуральное число 73. Значит, аргументация у него была такая, что, во-первых, число 73 простое, да, он делится только само на себя. Во-вторых, если я зеркально отражу его цифры, я получу 37, которое тоже простое. то есть тоже делится только на себя. И при этом 73, если я буду перечислять все простые числа в натуральном ряде, этот номер числа 73 будет 21. То есть, ну вот, я начну считать простые числа. Это единица, двойка, тройка, пятерка, семерка, дальше хуже, 11, 13, 17, что там дальше, 19 какое-нибудь и так далее, и так далее, и так далее, да. И каждому числу присвою номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так вот, 73, это 21-е простое число, а его зеркальное отражение является 12-ым простым числом, что является зеркальным отражением 21-го. Значит, и кроме того, делителями числа 21, которое номер числа 73, являются цифры числа 73. Я бы это не рассказывал, если бы это было просто шутка из сериала. Однако, недалече, чем два года назад, один американский математический институт, ну, точнее, парочка оттуда совсем уж уголтелых товарищей, решила развлечься на выходных и посмотреть, действительно ли это число настолько удивительное. Существует ли какое-нибудь, существует ли хоть одно еще число, которое обладало такими же свойствами, то есть, касательно зеркальных отражений и так далее, и так далее. И абсолютно строго было доказано, что таких чисел больше среди всего натурального ряда не существует. То есть, оно действительно в каком-то смысле замечательное, поскольку других таких просто-напросто нет. Ну, и под конец, на самом деле, в этом сериале еще упоминалось, что, кроме всего прочего, число 73 записано в двоичной системе исчисления, оно еще и полиндром и читается в одну сторону ровно так же, как читается в другую. но это уже не настолько замечательно, насколько вот это, вот таким свойством обладает только оно одно. Значит, среди еще такого же абсолютно странного, непонятно откуда взявшегося, но особенного числа, я вам могу еще предложить поразвлекаться вот таким алгоритмом поиска особенного числа. смотрите, вы берете любое четырехзначное число. Четырехзначное число, любое. Главное правило, чтобы в нем не все цифры были одинаковые, то есть не 1-1-1-1 и не 2-2-2-2, да, а чтобы не все цифры были одинаковые. ну, я не знаю сейчас, какое у меня написано, такое я и возьму. А мне никакое не написано. Значит, тогда давайте что-нибудь придумаем. Например, число 3241. Берем четырехзначное число. После этого я беру сначала и все его цифры переставляю так, чтобы они шли в порядке убывания. То есть 4-3-2-1. После этого я беру это же первоначальное число и ставлю его цифры в порядке возрастания, то есть 1-2-3-4. И вычитаю одно из другого. Значит, что получится? Что получится? Получится 3000 буду столбиком вычитать. Не очень я в этом силен. Значит, 1-4 это получается 7. Здесь 11-3 это 8. Позаимствовали это 0. Это троечка. Получилось число 3087. После этого я делаю то же самое. То же самое. Я беру выставляю его цифры в порядке убывания 8730 потом в порядке возрастания 0387 и снова вычитаю. Вопрос зачем? А идея в том, что какое бы число вы не взяли в конечном итоге после серии таких операций максимум за 7 шагов максимум 7 итераций вы получите некоторое четырехзначное число какое я из соображений практичности писать не буду. Мы его вы его можете найти дома в следующий раз написать так вот вы максимум за 7 итераций придете к такому четырехзначному числу которое после вот такой вот вот таких вот каких-то пертурбаций будет давать само же себя то есть вы зациклитесь перестанете получать новые числа и любое какое бы на исходном этапе вы не взяли число всегда получите одно и то же собственно к следующему разу я наверное наиболее опытный из вас то есть могут наиболее люди у которых много свободного времени могут сделать три вещи во первых спичку покидать на бумажку получить что это два делить на пи вот а во вторых получить вот это число вне зависимости от первоначального вне зависимости то есть ну проверить до для трех-четырех различных например вот так что это был такой вводная моя история про числа на следующий раз мы скорее всего с вами займемся уже конкретными вещами из программы как только я выясню какая у вас какая у вас программа но в общем-то будем двигаться скорее всего вот прям по тому что вы учили в этом году или учите в этом году ну и попробуем сделать так чтобы вам все стало хоть немного понятнее вот на этом у меня на сегодня все чуть-чуть пораньше получилось на пару минуток ну а спасибо вам большое за лекцию и увидимся в следующий раз спасибо за субтитры спасибо за просмотр Продолжение следует...